привет друзья сегодня выпуск посвящен одному из моих бизнесов квесты в реальности краснодаре сейчас время около 11 утра иду на работу и покажу вам день как работает этот бизнес изнутри немножко расскажу каких-то фишек нюансов смотрим 5 игорек я включил пойдемте заклеивать заклеивать а это момент небольшой ремонт и квеста конечно не видно сейчас я попробую включить дети любят ломать все в квестах и они любят выдирать из сейфа ключ здравствуйте смотрим что там где они они во второй комнате правильно игроки подключают провода а это уже не вторая комната это перед машинистом правильно все там играет все нормально как тебе саундтрек колесе новый очень быстро и так и дали дима пик или просто дали я боюсь что это так надо будет Сейчас я покажу в наглядочке, которая нам нужна. Вот здесь у нас находится мастерская, складка, и здесь скоро будет новый приквес, реально. Пойдемте. Вот здесь, скоро здесь будет часть отгорожена под празднование дня рождения комнаты Ильин. Далее, 80 квадратных метров, будет новый квест в реальности, основанный на постапокалипсисе. То есть, есть компьютерная игра, я не буду пока говорить сценарий, но здесь будет. А, квест, крутой, крутой квест в реальности. С хорошим сценарием, с качественными загадками. То есть, дополнительная загадка там будет, я не знаю, баллончик это или какая краска. В общем, ты должна это все покрасить под тот цвет. И смысл в том, что он сидел и сам себе сделал часы, чтобы знать, это же, чтобы знать, сколько ему сидеть. Это же замок... Чтобы знать, когда обед. Замок, сейчас скажу, какой. Замок Ив, вот. Граф Монте-Кристо. По мотивам Графа Монте-Кристо, у нас есть квест «Путние приключения во Франции». Квест уже достаточно долго существует, но это не влияет на его качество. И мы добавляем новую загадку, и Марина будет красить. Все, можно заканчивать. Пойдемте дальше. Ну что, расскажите, что у вас? Пришла еще одна бронь. Пришла бронь на сегодня? Да, на 8 часов вечера. А что будет играть? Какой квест? Ведьмина Хижина. Взрослые будут играть? Узнавайте. Расскажите, девчонки, что самое трудное в этой работе? Самое трудное? Держать себя в руках. Держать себя в руках? Любить жизнь. Еще любить жизнь. Продолжать. Самое трудное? Настолько сложно. Когда видишь, как люди выбираются, несмотря ни на что, из этих квестов наших, и понимаешь, что так, жизнь прекрасна, все замечательно, все живы, всех спасли. Алло, Александра, добрый день, это квест-центр, низуная доступа. Я звоню по поводу бронирования. Вот это девчонки, которые крутят это квест-тошное колесо. Включено. Все включено, да? Вот это секреты квеста Gravity Falls. Здесь ничего не понятно. Ничего не понятно. Я рассказывать секреты не буду. Я надеюсь, десятилетние школьники меня не будут смотреть, которые играют у нас. Квест готовится к игре. Вот так вот это выглядит. Расскажу немного каких-то моментов, касается, которые бизнеса на квестах в реальности. Момент первый. Обязательно владельцу бизнеса нужно регулярно работать с персоналом. То есть, чтобы ваш персонал, ваши администраторы, которые у вас работают, они понимали вот эти базовые принципы. Их эти базовые принципы нужно постоянно-постоянно напоминать, транслировать о том, чтобы игра должна быть безопасной. Безопасность. Развлечения. То есть, люди должны приходить развлекаться к вам. Прям вот от момента встречи в квесте, в вашем квест-руме, в вашем квест-центре, чтобы их встречали с улыбкой, они приходят в гости, в гости к вам. И их надо встречать, вот встречать радостью. Вы наши гости, мы вас любим. Инструктировать обязательно, отправлять в квест, и чтобы они при выходе из квеста также получали какую-то... Что-то получали, чтобы не было так, что вот они заплатили, отыграли, молча ушли. Нет, что финал какой-то. Записать видеоотзыв, чтобы они... Допустим, у нас вот, что у нас в бизнесе. Обязательно записывают администраторы видеоотзыв. То есть, как вы прошли, что интересного было в квесте, как... что было самое трудное, что самое страшное было. От начала, от прихода в ваш квест-рум до выхода, то есть, человек должен попасть в сказку, в развлечение, в фильм. Вот. И следующий момент. Все должно быть нацелено на продажу вашей услуги. Все от вашего сайта, от звонка, показа, от разговора, от скриптов. Все-все-все на продажу. То есть, чтобы человек увидел, как он будет себя чувствовать. Все ваши отзывы, все-все должно быть нацелено на продажу. Второй момент, о котором бы я хотел рассказать, который существует в этом бизнесе. Нельзя надеяться на один какой-то источник трафика. Вот нашли источник трафика, и все, мы сидим на нем. Допустим, сайт-агрегатор Мир Квестов. Все, это крупнейший агрегатор по России. Все. Вот они дают заявки. Нельзя, нет, ребята, не будет стабильности в вашем бизнесе, если у вас один источник, два даже источника трафика. Подключайте у нас минимум 10-15 источников. И Мир Квестов сайт дает какую-то выручку. Я могу сказать, что это одну шестую выручки общей дает сайт Мир Квестов. И плюс еще с этого сайта, купив квест, люди заказывают праздник. Отмечают, то есть повышается чек. Вот этот момент нужно соблюдать. То есть надо сидеть на одном источнике трафика. Другой стереотип, который есть у владельцев данного бизнеса. Все, это одноразовая услуга, они все поиграли у меня. Квест давно существует, все, все, весь город подыграл. Неправда, неправда, ребята, квесты могут существовать годами, годами. Потому что подрастает новое поколение. Новые ребята, которые по возрасту не могли попасть в ваш квест, сейчас они входят в возраст, в который можно поиграть. Люди постоянно возобновляются. Тем более, если город миллионник, не думайте о том, что вы со своим квестом все прошли квесты и вот все. Все. Нет, это неправда. Главное, что вы хотите, к какому результату вы стремитесь. И главное, как вы работаете с этим вашим товаром, с вашим квестом. Следующий момент. Конечно же, нужно обновлять. Обновлять эти квесты, запускать новые. Один квест в одной локации. Вот пообщавшись с владельцами квестов, я могу сказать, что не особо выгоден один квест. Что он для многих владельцев, это как подработка. Подработка, это моя игрушка. Мы общались с хорошим владельцем квест-туртуч в Краснодаре. Для него эта игрушка не основной заработок. Тогда это нормально. Он как-то работает. Он ему хватает на аренду. Он сам там проводит игры. Он любит встречать игроков. Он пойдет, пойдет такой момент. Но если превратить как бизнес, нужно хотя бы 2-3 квеста в одной локации. Вот некоторые моменты, которые я бы хотел рассказать, чтобы это видео было не только развлекателем, но и немного полезным. Все, в общем, как и в любом бизнесе, сводится к одному. Создать рекламную основу, которая бьет точно в цель, в боли вот этого клиента-покупателя и транслировать ее по нескольким источникам трафика. И предоставлять качественную эту услугу. Практически вот в несколько моментов. Смотрим далее. День на квестах в реальности. Допустите, проверили. Проверили, да? Все нормально? Все хорошо. Мы покажем людям, как играют девчонки? Как они? Хорошо играют? Нет. Не очень хорошо. Но за ними никого нет, мы их не выгоняем. Да. Девчонки играют. Марина, ну что у тебя самое сложное? Да вот, расскажи, как у тебя, как ты очутилась вообще вот в этой работе? Что тут самое сложное для тебя? Самое сложное, я тебя ощущаю, как по ту сторону людей, когда мы опрашиваем по секунду. Ну вот я тебя. Что-то самое сложное, наверное, работать с глупостью людей. Вот, откровенно говоря, когда все понятно, но непонятно. И ты находишь в себе терпение и силы, чтобы не накричать, а сказать... Понятно. Девочки, вам нужно письмо для того, чтобы достать письма. Понятно. Дарья, какое у тебя отчество? Андрей. Дарья Андреевна. Ну тебе надо... Вот я сейчас зашел в квест Gravity Falls. Тебе надо там порядочек навести в первой комнате. А там уже Елена. Ну, Елена Показанина, тебе надо навести порядочек, потому что там грязновато. Надо первую комнату промести и чуть-чуть протереть. Вот стойка, где касса, под кассой и на полу. Мусор. Поднести, короче. Поднести и протереть пыль внизу там. Мне, пожалуйста, к трем часам стейк, медиум прожарки, спаржи, пожалуйста. Спарж, тюрюшки. Дарья Андреевна, ты немедлий, потому что сейчас скоро уже придут. Два часа придут играть. У тебя метро заряжено? Да. Просто ждем. Еще какие-то иголы у нас. Ну, у них сейчас день рождения будет. И они хотели из Гравитико поиграть, но что-то она забояла. И вот они пришли и на 1 мая загранировали вот шикарный прайс. Молодцы, молодцы, ребят. Там гарпи открыто? Нет, там закрыто. Возьму, пожалуйста, ключик. Возьму, пожалуйста, ключик. Ну, он там перезаряженный. Да, он готов. Все, тогда до свидания. Ждем вас. До свидания, приходите. Так, теперь надо разобраться по ведущей, да, что она дальше. Вера. 13-й, там, самый старший, но в основном вот ее возраст, девочки. Кого? Они у нас были где-то года 2 назад, когда 5 лет им было. И папа был на лабиринте у нас. Они были в лабиринте и в хижине. Она говорит, мне очень понравился. Я, правда, его не помню, что лампочки помню. Вот, говорит, очень понравился. Говорит, хочу опять. То есть они, Алиса, в лабиринте, 7 исполняется. И она его толком не помнит. Они очень хотят. А сколько ей лет было, когда она играла? 5. Так а с папой были. Папа, говорит, сам был. Нет, 5 лет ей было. А, ездите, все понятно. Что она его не помнит и еще раз хочет. Хорошо. Они сказали, кого они хотят, чтобы Киев и Веншина. Я же записала. Я же записала. То есть где логику. Нет, там бумажки где-то. Да. Где логика и просто немножко активные, но приличные. Чтобы без валяния у них там вообще, говорит, были и Алисы, и кролик. У них там будет когда этого. Я говорю, здесь будет просто бедушь. Я бы лучше сирену взяла. Где логика? А он не умеет второгить, да, где логика? Подождите, давайте... Мы к тому времени свою сделаем уже, наверное. Подождите, подождите. Да, давайте сделаем свою. Я начала просто, не закончила, я начала музыку подбирать. Подождите, но вообще вы можете посмотреть, если будет Алина работать. Там как раз возраст тоже 8-12 лет. Если она не будет устраивать, опять же, валяния по полу, и будет и викторина, как она говорила, и... Викторина бы и в биологику даже без активных. А можно было бы ее взять? Посмотрим, у нас время есть, но мы делаем за это время свою логику. Свою биологику мы делаем. Привет. Здравствуйте. Лустых, бутылок нет. Вот как появится, мы их позовем. Это каждый день вводит этот клянчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты записала туда денешь? То есть, соответственно, они могут там от 2 до 3 пока собираться. Ну что, все, если перекрывает все залы, если там есть вероятность, я пойду запеку кофе. Рабочего, там нет еще 1 мая. Хелана, молодец. Да, молодец, Хеланя. Не похвалишь себя, да? Скажи. 1 мая там еще нет. Сделаем. Можно 4 с половиной? Это вместе с Хонтой Мини как-то там писала? Мне сколько дальше писать? Ну а как? Да? Ну а как, Миш? Я не знаю, как предоплата же была, и это было. Что, куда? Да. И хотела спросить, вот эту игру ты проводила, или проводила... Наша. Ребята? Я через все равно, я одна была. Все. Я поняла. Мне все, я. Все с собой. Да. Вы на какую игру? На Крэнс. Так, ждем, да? Да, да. Да, да. Да. У наших деток нужно плачивать, но мы поднимем. Что здесь есть? Да, присаживайтесь, решите ваши куртки. По-моему, мне надо доплачивать. Мы, по-моему, без квартир на сколько. Да, да, да. Давайте все соберемся. Да. И, да. По парту. Тогда сами. Аккуратно. Ой, как они все там падают. Ой, как они все там падают. Ой, как они все там падают. Потому что я вам завела технику. У вас есть. Да, что вы должны спускаться. Вот, вперед. Квести играли уже? Да. Играли, да? Знаете, что такое? Я вот здесь же играл. А, здесь же играл, да, уже? Там, это, здесь стучается у вас дверь. Как? Стучается дверь, если у меня. А, ну это узник, да, это есть у нас такой класс. Ай, спасибо за дом. Подожди, стучать дверь. Так ты опять, что ли, в него будешь играть? Ну, я не помню вообще, что такое класс. Ну, я не помню вообще, что такое класс. Ну, я не помню вообще. У девчонок тут свой квест. прикольно это разминка перед квестом да на его непорядок что дела никак я думала девчонки такие взрослые вообще ничего сделать не могут не звонят стоят чудов кипиши по сторонам смотрит так это узник это гравити фолл сын сыграет это пульт управления открывайте кассу и прозванивайте все номера не знаю что пора кушать кормление рыб большие закручиваю кофе скоро у нас еще рыбки да почему будут да точно ну расскажите ребята вы прошли квест что там было самое такое трудное ну-ка ну вот что-то страшное было вот хоть чуть-чуть было а так все нормально все смело но вы дружно командой разгадали тайну прошли что-то было что самое такое вот интересное было скажите понятно ну вы молодцы вы уложились и успели на лайнер молодцы ну вы мультик вообще смотрели то есть вы знаете вы в курсе да что понятно на другой квест придете у нас то еще есть понимаете это же не все потом еще можно прийти поиграть идем и помойте воды попейте конфет поешьте ну Мы прям там куча и вышли. Ну что, было сложно? Да. Было сложно? Ну говори. Ну что вы там забыли? В другой городе забыли, но пошли ее. Разрулили. Вот из мужчинок там главное было. Ну что, приедем к нам и другие проекты? Да. Точно? Обещаете? Да. Я вот таком. Возвращайтесь к компьютеру. Понятно. Я вас немножко поснимаю. Как вы тут? Для рекламы? Ну конечно для рекламы. Для пиара, для рекламы. У нас есть квест Gravity Falls. Так что можете еще пригодить. Если вы фанаты мультфильма Gravity Falls, знаете, кто такой дядя Стэнтон? Да, да, да. Мэйбл. Мэйбл. Дибер, да. Треугольник. Все они есть в этом курсе. Билл. Билл. Да, Билл треугольник. Это юс. Билл. Голи. Спасибо. Билл. Уф. Билл. Билл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok